Всем привет! Все стены в ванной комнате были поштукатурены гипсовой штукатуркой. И для лучшей адгезии с клеем все стены пришлось промазать акриловой гидроизоляцией на водоэмуляционной основе. Для экономии материала устанавливаем растворные маяки, чтобы выйти по минимуму. Такие же маяки делаем на всех стенах. А что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! Так как слой штукатурки не превышает 3-4 мм, штукатурку производим клеем классом C2. После полного высыхания приступаем к монтажу гидроизоляционной ленты. Ленту клеим в местах примыкания стен с гипсовой перегородкой. Монтаж ленты производим на гидроизоляцию. Делаем разметку и устанавливаем направляющие профиля. Первый ряд начинаем над ванной. Для поддержки большой плитки мне пришлось сделать небольшое приспособление. Соединяем две плитки в одну линию, чтобы сделать общий рез. Таким способом наша заготовка будет идеально ровной по отношению друг к другу. Все заготовки полируем, после чего режем фаску. Также корректируем черепашкой. В труднодоступных местах проходим алмазным надфилем. После чего производим укладку плитки для будущего откоса. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее делаем заготовки для облицовки инсталляции. 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 Далее делаем заготовки инсталляции. Далее делаем заготовки инсталляции. Далее делаем заготовки инсталляции. Далее делаем заготовки инсталляции. Субтитры создавал DimaTorzok Следующая стена у нас центруется и на угол выходит резаная сторона. Делаем заготовки одного размера. Режем, далее полируем. Все размеры должны точно подогнаны, после чего режем фаску. И производим укладку. Делаем заготовки одного размера. Итак, в начале кладем плитку без клея. Центруем ее посреди комнаты и чертим все линии карандашом, чтобы наши подрезки были абсолютно одинаковые по краям. Параллельно выводим трубы под ванну. Далее делаем подрезки, после чего убираем их по порядку. И приступаем к укладке керамогранита. Плитку кладем на клей классом C2, гребенкой в 10 мм. Плитку фиксируем СВП. Недавно компания СВП выпустила новинку в 1 мм. Так как полы теплые, ставим крестики, зазором 2 мм. Друзья, желающих увидеть короткие ролики наших работ намного вперед, подписываемся на мой инстаграм, ссылка под описанием видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все перекрестия плитки тщательно контролируем. Вот такая вот у нас раскладка получилась. Продолжаем укладку керамогранита 60 на 60. Желающих приобрести эту систему, я на всякий случай оставлю ссылку. А кто вобьет мой промокод, то вам будет скидка 10%. Ссылка под описанием видео. Субтитры сделал DimaTorzok Кладем нижний ряд. Далее устанавливаем ванну. И производим ее облицовку. И производим ее облицовку. Устанавливаем люк. Производим облицовку люка. И фиксируем. Фиксируем для того, чтобы после высыхания плитки люк легко сработал. Ну что ж, проверим как сработает наш люк. При изъятии люка были небольшие затруднения. Так как на краю плитки вылез немного клей. Клей почистили и люк отлично заработал. Осталось подогнать крайние плитки. Закончили облицовку ванной комнаты. Закончили облицовку. Закончили облицовку. Итак, к затирке на цементной основе вместо воды мы будем применять латекс для затирки. Тщательно перемешиваем миксером. Ждем пару минут и снова мешаем. Вот такая у нас получается эластичная затирка. Затирка на латексе защищает швы от влаги, воды и пыли. Швы остаются постоянно чистыми. Сначала затрем углы заводским резом. Дальше у нас идет угол с открытым резом. В принципе угол подогнали не хуже заводского. Правда на него у нас ушел весь день. Продолжаем затирать плитку. С верфленой плиткой процесс проходит немного дольше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Далее все внутренние углы закрываем малярной лентой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Также лепим на декоративный кирпич повторяя его структуру. Редактор субтитров А.Кулакова Из-за рифленой плитки решил везде применить малярную ленту. В этом месте будет раковина и нам пришлось вырезать и поклеить небольшой кусок плитки. Снизу примыкает раковина сверху зеркало. Берем силиконовую затирку по цвету цементной затирки. И наносим на все швы, что подготовили ранее. Поверх силикона брызгаем мыльной водой, после чего лишнее удаляем. Так как плитка структурная, удалять пришлось пальцем, чтобы повторить поверхность плитки. Точно так же поступаем с декоративным кирпичом. Повторяя его структуру. Так как здесь влажная зона, мы применили силикон, а не затирку. Кирпич тоже будет обрабатываться водоотталкивающим средством. Перед нанесением силикона на люк, промазываем внутреннюю часть люка жидким мылом. После чего наносим силиконовую затирку. Так же брызгаем мыльной водой и удаляем лишнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, когда все застынет, удаляем малярную ленту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Верхнюю часть шва прорезаем канцелярским ножом и открываем люк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При закрытии люка шов из силикона должен теряться с общими швами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а у меня на сегодня все. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить новинок. Впереди много интересного. Всем пока. Спасибо за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok